Восьмого ноября мы посетили подростковый молодежный клуб «Юный корабел», где прошел круглый стол на тему профилактика экстремизма в молодежной среде. Неокрепший ум и сознание студента, школьника, легко взять в оборот, чем и занимаются профессиональные психологи в интернете, зомбируя молодежь на различного рода террористические действия. И таких случаев немало. Мы попытались разобраться, кто из юных петербуржцев входит в зону риска, как обезопасить своего ребенка от необдуманных шагов в интернете. Сейчас эта проблема стоит как нельзя остро. Все думают о том, что это терроризм, это то, что нас никогда не коснется. Это коснется где-то там далеко, нас никогда это не затронет. Но все мы знаем о том, что Ким Убран сейчас вербует в первую очередь подрастающее поколение, в первую очередь придет как раз таки в интернете, о чем мы сегодня будем достаточно много говорить, потому что это очень важная проблема. Участники дискуссии сошлись во мнении о том, что важно планировать учебное и свободное время ребенка. Если у студента и школьника день расписан по минутам, не будет желания погружаться в жизнь интернет-пространства. Нужно как можно больше интересов найти в реальной жизни. Спорт, творческое хобби, друзья. Кто в первую очередь попадает в зону риска? В первую очередь, это, конечно же, люди с неустойчивой психикой. Но это отдельная категория лиц. Понятное дело, что чаще всего они, конечно же, наблюдаются, но бывают и другие моменты. Здесь момент очень важный в понимании молодежи, вообще понятия экстремизма, терроризма. Самая большая беда молодежи в том, что это воспринимается достаточно серьезно. Студенты, в первую очередь, школьники, активно подвержены так называемой вербовке, особенно специалистам. Сейчас активно развиваются социальные сети. Очень много происходит через интернет, ВКонтакте. Семья – это то место, где ребенок в безопасности, где закладываются самые главные и базовые ценности человека. Помогите своему сыну, дочери не оступиться. Ведь экстремистская деятельность в интернете может подаваться в очень привлекательной упаковке. К примеру, через игру, где по ту сторону экрана юному человеку будут давать задания. Проявите больше внимания и разумного контроля по отношению к своим детям.